Всем привет! Я сейчас нахожусь на Одесской трассе. За мной идёт Марыся, а это фотограф. Мы сейчас едем... В какой каньон мы едем? В Букский. В Букский каньон мы едем. Делать фотосет! У меня полный багажник шмоток. И по идее, ой, 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 по идее будет что-то очень, очень грандиозное. Вот, так что оставайтесь со мной, я вам покажу. Ты видела, Снеж? Да. Привет! Марыся говорит, что есть ещё каньон Карасышевский и здесь лучше. Да? Здесь намного больше локаций для съёмки и меньше людей. Нам сейчас техника пойдёт. Мы тут уже вот в спартанских условиях. И сейчас я вам покажу. Та-да! Смотрите, какая красота. Вообще, очень красиво. Уж не верится. Всего лишь там 200 километров от Киева. Может, даже меньше, по-моему, чем 200. Но у меня дома показало 206, когда я вбила в навигаторе. Вот. Очень красиво. Смотрите, какая картинка. Сказочная. И людей действительно мало. Процесс идёт. Знаете, что это на глазах? Блеск для губ. А на лице масло. Вообще, короче, у нас тут, оказывается, фэшн-съёмка. И мне нравится. Здорово. Учусь быть моделью фэшн. Меня Марыся учит. Я, как всегда, знаешь, сегодня так опашусь. Шёл второй час съёмки. Это не съёмка. Это подрядовка к съёмке. Вы же понимаете, что, по сути, быть моделью, это травматично, опасно. В общем, это на самом деле не так просто. Мокро. Да, мокро. Так что, девочки, кто модели, я вам сочувствую. Ой, ой, ой. Вот. А кадры я вам... Ай, как холодно. Я потом вам покажу, что получилось в итоге. Девочки и мальчики, у меня отличная новость. Я с Марыся договорилась о скидке для вас, то есть для моих зрителей, для моих подписчиков. Скидка не маленькая, аж 20%. То есть, если вы будете фотографироваться у неё от меня, то можете смело просить скидку в 20%. А кодовое слово от Запорожской. Всё очень просто. Поэтому, если вам очень понравились фотографии, то обязательно к ней обращайтесь. Мне так хочется увидеть вас в... Ну, я надеюсь, что вы поделитесь, хотя бы в личку сбросите, потому что мне так нравится её работа, как она к этому подходит, и как она из меня, не умеющей на самом деле делать фэшн, какие-то позы, она делает. Ну, то есть, в принципе, молодец, она так аккуратненько, знаете, грамотно подходит психологически к человеку, что он не чувствует себя деревяшкой. Вот прям честно вам скажу. Поэтому мне она нравится, она молодец, и когда мы с ней ехали, она как человек классная, то есть мы очень много о чём говорили. Ещё хочу поделиться с вами новостью. Я решила открыть второй канал. У меня такие мысли были очень-очень давно, и вот как-то вот наконец-то я созрела. Почему? Потому что вот этот вот мой основной канал, на котором вот это видео, это... Знаете как? Он превратился во влоговый. И я из блогера превращаюсь во влогера. То есть я всю информацию, всё, что я узнаю, я всё показываю вам во влогах. Но мне хочется и других видео, и почему-то мне хочется это делать на отдельном канале. Этого я хотела очень-очень давно, вас уже спрашивала во всех соцсетях. Кто-то мне говорил, нет, оставь один, кто-то говорил, да, открывай второй. Поэтому, знаете, я как-то так вот, мне откликнулось, и мне пришло одно название буквально несколько дней назад. И я в Инстаграме поменяла шапку. Шапку в Инстаграме есть, вот, знаете, описание. Там я написала «мама, которая девушка». Потому что оно так и есть. И я хочу вас вдохновить. То есть вы мне пишете, что я вас вдохновляю. Конечно, не всех, но очень многих. И мне это безумно-безумно приятно. Таких слов я хочу вдохновлять ещё больше. Я сама по натуре такой человек, что я вдохновляюсь от кого-то, и мне хочется вдохновлять других людей. Поэтому второй канал так и будет называться «Мама, которая девушка». Почему такое название? Потому что мне многие пишут лестные комментарии, лестные письма. Так многие пишут, что «ты же мама, ты себя так ведёшь, ты там думаешь только о себе, заботишься только о себе». И я вот, знаете, так, ну, я, конечно, улыбаюсь. Может быть, раньше бы меня ранили эти слова. А сейчас я понимаю, что вот женщины, которые такое пишут, они глубоко несчастны. Вы уж меня простите, вы, наверное, естественно, себя такими не считаете. Я вам не буду говорить ничего, дабы не обижать. Но очень многие, когда рожают детей, они забывают, что они женщины, что они девушки. Потому что если ты родила ребёнка, то всё, ты уже автоматически превратилась в женщину. Ну, как бы мы женщины, но мы ж не женщины, мы же девушки. И я на себя смотрю, и я не женщина, я девушка. Ну, то есть я себя ощущаю девушкой. И то, что у меня двое детей, это не говорит о том, что я должна погрязнуть в кастрюлях, хотя я готовлю, естественно, мою посуду, мои дети накормлены. И то, что я на канале нечасто это показываю, там, как я мою полы, как я там стираю. Потому что я не хочу это показывать. Вы это и дома сами делаете. Для чего мне это показывать? Я хочу показывать то, ну, как бы, что расслабляет, что развивает, что вдохновляет. Поэтому то, что вы видите, это, наверное, маленькая часть, хорошая часть моей жизни, которую я выставляю. И это говорит о том, что это не вся моя жизнь. Поэтому, когда вы видите, что мои дети с бабушкой, или там мой муж работает, и его нету, ни в инстаграме, ни в видео, вы делаете свои выводы, и какие-то выводы правильные, может быть, какие-то неправильные. Но не забывайте о том, что каждый человек показывает только то, что хочет показать. И это не означает, что так оно есть на самом деле. Я с вами искренне, и я действительно показываю и рассказываю, вот оно так, как есть. Может быть, какие-то моменты я умалчиваю, может, какие-то мне моменты неприятно пока озвучивать, но я вам не лукавлю, то есть я вам говорю так, как есть. А то, что я не показываю себя, я не знаю, там, уставшей, замученной, без настроения, то зачем вам это? Я показываю себя с хорошим настроением, с маникюром. Когда я куда-то еду, мне кажется, из-за этого вы меня смотрите, а не потому, что вам хочется посмотреть на замученную, уставшую женщину. Ну, то есть это, наверное, правильно. Напишите мне в комментарии, может быть, я что-то не понимаю. Но в любом случае я хочу показываться вам вот в хорошем настроении, в хорошем расположении духа и с маникюром. Так что я оставляю ссылочку внизу на мой новый канал. Он у меня давно. Я когда-то его открывала еще для ЛР. Цель того канала была о косметике. Здесь, на новом канале, я буду, я даже не знаю, что там будет. Там будет, наверное, статистические такие видео, там будут видео о мужчинах, там будут болтология, скорее всего, такие, знаете, как рассудительные. Там будут какие-то развивающие меня, знаете, темы. И, наверное, как бы вас, ну, в плане как я развиваюсь, мне хочется делиться с вами, и, может быть, вы что-то узнаете от меня нового. Мне бы было очень приятно. А этот канал я оставлю влоговым. Вот он будет прям влоговый, влоговый. И, конечно же, там точно так же будет какая-то косметика. Ну, то есть то, что вы, в принципе, привыкли видеть, оно так и будет. Но на новом канале будут видео другого формата. Ещё какие, я не знаю, но вот мне хочется. И посмотрим, как будет. Поэтому поддержите меня пальчиками вверх, пожалуйста, и подписывайтесь на мой новый канал. Мне будет очень-очень приятно. Я начала интересоваться эзотерикой. Кстати, вбейте в гугле слово эзотерика и почитайте, что это значит. Потому что сейчас посыпятся комментарии о том, что это магия и тому подобное. Это не так. Хотя когда-то я тоже думала, что эзотерика – это какое-то страшное слово и вообще что-то магическое. Это... А, в общем, вбейте почитайте. Напишите мне в комментариях, кто вообще в курсе, кто уже этим занимается. Потому что, кстати, астрология – это тоже эзотерика. И мне два астролога вот буквально недавно сказали, что мне надо заниматься эзотерикой. Я говорю, в смысле? Ну, с чего вы взяли? Они говорят, твои планеты так говорят. Я, конечно, ещё не разобралась, как они говорят. Но мне интересно, и я думаю, что я займусь этим вопросом. Я разберусь, почему мне надо заниматься ей. Я только потихонечку-потихонечку всё это узнаю. И мне тоже сказали, что если я начала всем этим интересоваться, значит, в прошлой жизни я что-то недоработала и вот вернулась сюда. И просто так ничего не бывает. Ладно, не буду больше эту тему трогать. В дальнейшем я к ней обязательно вернусь, потому что мне это интересно. И есть у меня комментаторы, которые мне там говорят о том, что «Аня, куда тебя понесло?». Я улыбаюсь и говорю о том, что если вы хотите наблюдать, то наблюдайте. Если не хотите, то отписывайтесь, я никого не держу. На этом я свой влог заканчиваю. Буду смотреть фильмы. Может быть, найду что-то интересное. И, может быть, сброшу вам ссылку. И прошу вас забросить мне ссылку, если вы уже смотрели какие-то фильмы, или у вас есть какие-то классные статьи, или вообще что-то интересное, то я вам буду очень-очень благодарна, потому что сейчас у меня поиск информации. Я посещаю разные, ну, как вы видите, ретриды. И сначала я думала, что это одно. И вот всё глубже-глубже узнаю, что это очень-очень-очень интересно. Всё, с вами прощаюсь, до новых видео и пока-пока.